По доброй традиции, 23 февраля в городе Бресте начинается с торжественной церемонии возложения цветов и венков к вечному огню Брестской крепости. День защитника Отечества – это праздник, который соединяет память о славных подвигах героев прошлого с настоящим мирным временем. Белорусы не хотят воевать, но в любой момент наши солдаты готовы встать на защиту своей семьи и родины. Абрестский гарнизон не раз доказывал свое право называться одним из лучших в стране. Мне, как начальнику гарнизона, очень приятно, что я руковожу таким гарнизоном, в котором дислоцируются, наверное, на сегодняшний день самые интересные, самые мощные, самые продвинутые, так по-современному, если сказать, воинские части наших вооруженных сил, которые участвуют практически во всех мероприятиях боевой подготовки, как в нашей республике, так и за рубежом. И причем не просто участвуют, а везде показывают высочайшие результаты и занимают практически везде первые места. Ну а, конечно, в такой прекрасный праздник хотелось бы поздравить всех военнослужащих, всех защитников Отечества, всех жителей нашей Брещины с этим замечательным днем. Пожелать всем сегодня в это трудное, сложное, можно даже сказать, время, конечно же, мирного неба над головой. И даже выстрелы в этот день звучат только в память героев, отдавших свои жизни за наше мирное небо. Праздничное мероприятие завершилось торжественным маршем военнослужащих Брестского гарнизона. Но на этом праздничные мероприятия в нашем городе не закончились. Лучших представителей воинских частей гарнизона наградили почетными грамотами и благодарностями в Брестском областном общественно-культурном центре. Отвага, мужество, честь и любовь к родине – эти понятия вне времени. И люди, которые следуют этим моральным принципам, достойны высоких наград. Это отметил в своем выступлении председатель Брестского госполкома Александр Рогачу. Город Брест характерен особым отношением к людям в погонах. И это обусловлено, прежде всего, историей нашего города, тысячелетней историей, где в силу нашего положения, геополитических ситуаций, мы всегда были на перекрестке многих исторических процессов. И мы прекрасно понимаем, что от человека с ружьем, от человека в погонах зависит наше благосостояние, наше спокойствие. Очень часто люди говорили, что армия ничего не производит. Но армия производит самый главный продукт – это мир. И это мы сейчас как никогда понимаем. Поэтому я желаю нашим военнослужащим, нашим военным пенсионерам, которые в городе Бреста проживают более трех тысяч крепкого здоровья и уверенности, и четкого понимания фразы, что народ и армия едины. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.